друзья приветствую вас на своем канале сказы сибирского шамана я вам обещал снять видео о закваске крапивы с помощью сметаны то есть молочнокислых бактерий вот я набрал крапиву она у меня здесь экологически чистая ну мы его помоем сперва на что она понадобится крапива вода для помывки сметана сметана значит лучше всего брать самую неживную и конечно его проверить бы лучше всего брать фермерскую как можно меньше жирную вот и проверить бы и сначала будет ли она заквашивать потому что сметана сейчас очень плохого качества и я честно сказать последнее время с трудом нахожу сметану которую можно даже фермерская по была разная какая-то срабатывает какая-то нет но я вам сейчас скажу сам опишу сам процесс вы уже ищите для себя необходим значит подлана раз еще сахар мясорубка мясорубка либо блендер чтобы измельчить крапиву сейчас по-моему и при чем тут значит связайте самые макушки ну скажем сантиметров 10 не вне больше мальская крапива самая сильная не вообще вот в крапиве вообще в ней все есть эти самые витамины этим она и цена заготавливают его по-разному вот но мне больше на эту си некоторые солят крапиву заливают рассолом мне больше нравится вот такая крапива потом в конце видео я скажу для чего его можно использовать и вот надо чтобы вода хорошо стекла начинают крапивы нужно такая вот пропорция такая значит на 5 литров вот такой перемолотой крапивы необходимо взять стакан сахара и столовая ложка сметаны ну я вам просто я не буду большое количество делать пока просто покажу вам как это вообще делается обязательно хорошо должна стечь вода перемалываем крапиву а вот а вот Продолжение следует... Продолжение следует... Я обычно готовлю где-то литров 10-15, не меньше, потому что она у меня активно идет, это очень полезный продукт. Значит, добавляете сахар, ну, стакан сахара, здесь я просто чисто теоретически, и добавляете сметаны. И все хорошо перемешиваете. То есть, перемешиваете до... чтобы сметана везде разошлась полностью, да? Видите, какой у нее цвет такой, ярко-зеленый цвет. То есть, когда она будет у вас там в какой-то емкости бродить, она не будет сильно бродить. Брожение вы видеть не будете. Но она будет менять цвет. Когда вы будете, то есть, перемешивать ее будете, каждый день, желательно каждый день, ну, или хотя бы через день перемешивать, то есть, она у вас будет другого цвета, и когда вы... Вот верхняя корочка, она будет одного цвета, а внизу другого. И вы перемешиваете до однородности, чтобы однородный цвет стал. И опять ждете на следующий день, опять вот так вот, и так вот каждый день. Бродит она примерно дней 10, 10-12 дней, можно вот так вот. Важно, чтобы брожение прекратилось. То есть, ну, вы глазом этого не будете ощутять. Она не будет там бурлить как-то, знаете. Она не будет из нее там выходить, какие-то вот газы образовываются. Это не так, как капуста. То есть, она тихо бродит. Вот, поэтому можно, допустим, бак заполнить практически до верху. Потом сверху крышкой закрыть, или марлей лучше. Марлей, чтобы она дышала. Но самое главное, перемешивать ее. И вот у вас через 10-12 дней у вас готовый продукт. Заквашенная крапива. Набиваете ею банки. Ну, чтобы удобно было, я вот делал в литровые банки. Можно даже и в пол-литровые банки. Для чего эту крапиву можно использовать? Ею можно использовать как наполнитель для хлеба. Хлеб хороший получается. Я делал содовый хлеб, дрожжевой хлеб. Там с пшеницей пророченной, перемолотой также. И добавлял крапиву. То есть, знаете, настолько получается сытный продукт. Сытный и полезный. Потому что крапива, в ней витамины С, ну, в десятки раз больше, чем в лимоне. И множество витаминов. Плюс вот хролофил, который, так сказать, вот есть в крапиве. Он тоже приносит пользу нашему организму. Он нам необходим. Вот. Еще использовать можно в суп, например, как вот, ну, вы изготовили суп. И в конце, например, там добавляете. Лучше в тарелку добавлять. Ну, можно и в кастрюлю, допустим, добавили в кастрюлю. Довели до кипения, и все. И у вас вот готовый суп. Суп получается очень сытный, очень питательный. Вот. И, ну, я вот постоянно такую вещь делаю. Потом можно еще что делать? Можно делать вот лепешки, допустим, из-за пророщенной пшеницы. Вот. И как наполнитель к ним добавлять вот какое-то количество вот этой вот заквашенной крапивы. Знаете, еще что момент такой? Первое время она будет немножко отдавать сметаной. Но по мере хранения этот вкус будет уходить. Она как более приятная. Ну, мне не очень нравится, когда она отдает сметаной. Но это быстро проходит там, скажем, месяц-другой. И она совсем другая крапива. Хранить ее можно, ну, года два точно можно хранить. Я ее храню в пристельночном холодильнике. То есть емкости в стене, так сказать, там вот. Либо просто в холодильнике. Конечно, просто в тепле хранить она может начать бродить заново и выйдет просто из банки. Потом вам придется убираться. Поэтому лучше хранить в прохладном месте. Еще можно использовать как вот дополнительный компонент к салату. Например, вы делаете салат из лука зеленого и, скажем, морковки. Капусты. И добавить вот этого состава крапивы. Ну, он может быть, знаете, он своеобразного вкуса. То есть вы экспериментируетесь с каким-то маленьким количеством. Если вам понравится, то уже используйте больше. Я сам вот во первости, когда начинал использовать эту крапиву в пищу, я постепенно добавлял. И хлеб постепенно добавлял. И вот я еще сравнивал, допустим, просто живую крапиву перемалывал на мясорубке и сразу добавлял хлеб. И вот такую заквашенную. Заквашенный, конечно, хлеб более такой, более приятный. И даже она, как бы, знаете, даже обогащается этим процессом кисломолочным брожением. Она становится, ну, с другого вкуса, более сытная. Она какая-то обогащенная такая. Так что вот используйте этот рецепт. Своё обещание я выполнил. Очень полезно для здоровья. Используйте в своём питании. Это вам, это как источник дополнительных витаминов. Полезнейшая вещь. Значит, я ещё скажу про крапиву в завершении. Что, допустим, во время Великой Отечественной войны использовали крапиву для... Да, и в пищу использовали, и сухую крапиву. Использую, ну, и живую, и сухую, когда какая была. На зиму её сушили. Я, кстати, тоже сушу на зиму. И вам советую. Это тоже источник витаминов. Витамины С, прежде всего. Я его прям в суп сыплю. Тоже, как, например, добавляю там сухую петрушку, сухой укроп. Также добавляю и крапиву. Суп получается ещё более такой сытный. Обогащённый. Потом, допустим, в Отечественной войне, когда лечили раненых, то этой сухим порошком крапивы посыпали раны. И раны быстро заживали. Ещё можно мариновать крапиву. Сам я не пробовал, но я знаю, что в Грузии, например, маринуют крапиву. И используют её целиком маринуют. То есть, срезают побеги крапивы. И потом используют маринованную крапиву как приправу к мясу. Я ещё не пробовал. Может, я попробую? Тогда, если сделаю, поделюсь с вами рецептом. Пока вот рецепт. Рецепт заквашенной крапивы. То есть, как приготовить крапиву, чтобы она у вас была всю зиму на столе. Это очень поддерживает организм, я вам скажу. На своём примере, я скажу. Благодарю вас за внимание. До встречи, друзья! Продолжение следует...